Специалисты участка электросети приступили к строительству кабельной линии к новому дому в микрорайоне АБ. Сотрудники благоустройства продолжают окос территории. Все это плановые работы. Руководители предприятий города доложили о безаварийной неделе. Глава Пущина задал вопрос об уровне готовности к отопительному сезону. Котельник готова в полном объеме, кроме, соответственно, резервного топливного хозяйства, которое отсутствует. Тепловые сети готовы на приблизительно 90%, водопроводные сети 100% на его топливости. Речь на оперативном совещании также зашла о состоянии с долгом тепловодоканала за газ. Надо отметить, что сначала ввода задолженность перед поставщиками электроресурства значительно сокращена. Значительно. В начале года было 79 миллионов задолженностей, сейчас 41 миллионов. Основная часть доклада директора МУП ЖКХ Ильи Любомудрова была посвящена проводимым ремонтным работам. Планируем в середине августа сдать основшиеся подъезды по программе софинансирования. Стоит отметить, что приступили впервые с собственными силами к ремонту балконных плит. До этого только подрядными организациями и из-за неудовлетворительного качества начали сами трогать. Это очень важно. Можете назвать обеих 5-й сад? Сейчас на 5-м В заканчиваем одну из квартир. По итогам уже определяем, где еще можно оптимизировать. И начинаем по графику 6-й, 7-й В, 5-й Г и так далее. Директор МУП ЖКХ ответил и на вопрос главы Пущина Ивана Савинцева о еще одном виде ремонта – капитальном. По большей части он завершен. Дом Г-5 готовится к сдаче по кровле. Илья Александрович перечислил и работы в Г-26. По отоплению готовят разводящий трубопровод чердак-подвал и приступают к стоякам по квартирам. В 7-й В отопление заканчивает, приступают к горячей и холодной воде. В 14-й В канализацию доделывают последние штрихи. В отчете о деятельности МВУ благоустройства его директор Оксана Якушева отметила проведенную на истекшей неделе работу в парке «Изумрудный остров», который находится близ детского сада «Сказка». По ее словам, приведена в надлежащее состояние территория, скошена трава, обрезан сухостой, удалены больные деревья, разбита клумба. Отдельным видом работ недели стал уход за детскими площадками, закрашивание появившихся недавно многочисленных надписей, которые вандалы наносят на элементы. О прошедшем у ЦК «Равертикаль» празднике, посвященном Международному дню дружбы, а также завершающей фазе летней оздоровительной кампании, рассказала Елена Бирюкова, заместитель руководителя администрации Пущина. С 1 августа началась последняя летняя смена проекта социально-педагогической площадки «Наш веселый двор». Традиционно ребята в этот четверг подготовят театральный развлекательный праздник для маленьких на площади возле ЦК «Р». Кроме того, в рамках летней оздоровительной программы 1 августа 11 школьников были направлены в Крым, в летний оздоровительный лагерь «Гагарин». И с 5 по 16 августа 6 детей пущинских юноармейцев отдохнут в детском палаточном лагере юных героев. Елена Бирюкова рассказала и о традиционном для августа фестивале «Пущинские персеиды». В рамках праздничных мероприятий в городе пройдет фестиваль «Лыжи-роллерный дисциплин». 10 августа на улице Генерала Кузнецова 120 спортсменов из Центрального федерального округа будут соревноваться на дистанции 200 метров. А 11 августа на улице Южной пройдет полуга на выбывание. И, конечно, как всегда, 10 августа 16.30 до полуночи на поляне возле административного здания обсерватории ФИА состоится основная часть фестиваля. Посетителей ждут экскурсии, первая из которых запланирована на 15 часов, интерактивная программа для всей семьи, арт-зоны, а также при ясной погоде наблюдения за звездами. Диана Ларионова, Иван Хромов, ТВС, Пущино.